Коси-коса по Караса. На перевале Гумбаши, высота которого свыше 2000 метров, прошел ставший уже традиционным конкурс косарей. Необычное состязание на стыке спортивного азарта из старинных народных промыслов уже четвертый год подряд организовывает администрация Карачевского района. О победителях и призах в материале Ахмата Халкечева. Конкурс, хоть и называется районным, соревнования являются открытыми. Принять участие может любой желающий. Соответственно, с каждым годом растет не только количество конкурсантов, но расширяется и география участников. Если в прошлом году участвовали 13 человек, то в этом необычные состязания собрали 25 претендентов на звание лучшего в старинном ремесле. Мы не только этот конкурс возрождаем в нашем районе, это и конный спорт, это разные переходы и другие виды спорта. Цель, конечно, у нас одна, чтобы эти традиции сохранились, чтобы молодежь знала свои корни, свои традиции. Очень много молодежи сегодня участвует в этих конкурсах. Помимо представителей всех муниципальных районов Карачаева-Черкесии, в этот раз продемонстрировать свое мастерство в ручной козьбе приехал единственный представитель соседнего Ставропольского края. Самому юному участнику 17, а старшему 65 лет. Территорию одного гектара с четвертью специальная комиссия разбила на участки по пять соток. Ну а кому какой достанется, конкурсанта определяли путем джеребьевки. Участок под первым номером достался ведущему главной информационной программы Республики Вести Карачаева-Черкесия Руслану Жукаеву. Для меня в этих соревнованиях главная не победа, а участие, признается наш коллега. Настрой очень хороший, постараемся не ударить в грязь лицом. Сенокосы это, во-первых, полезно для здоровья, во-вторых, это полезно для твоего подсобного хозяйства, для твоей скотины. Ну и плюс к тому, это, я считаю, традиционный вид спорта для карачаевского народа. Кроме скорости судейская коллеги крайне тщательно оценивала и качество козьбы. Стерня после укоса не должна превышать пяти сантиметров, а волоки должны быть максимально ровные и недопустимо под ними оставлять нескошенной травы. В течение времени, меньше часа, вся территория была скошена. К качеству козьбы у судей вопросов не возникло. В этом плане задачи справились все. С удовлетворением отметил главный судья соревнований Руслан Глимготов. Все справились с этими участками, не скошенных участков не осталось. Конечно, у кого-то лучше, у кого-то быстрее, кто-то помедленнее. Это так и должно быть. Пока судейская коллегия состязания определила призеров и победителей, праздничное настроение к гостям мероприятия поддерживала разнообразная концертно-развлекательная программа от артистов и творческих коллективов, организованная Управлением культуры районной администрации. И, как определили эксперты, серебро состязаний и денежный приз. 50 тысяч рублей досталось жителе аула Нижняя Мара Энверу Лепшокову. Третье место и 20 тысяч рублей забрал житель аула Верхняя Мара Ренат Дудов. Ну а лучшим косарем 2023 года признан житель аула Нижняя Тиберда Мурат Чумаев. Победителю вручили денежный приз 100 тысяч рублей. Молодой человек признается, что он специально готовился и тренировался, хоть и знаком с Козьбой вручную с самых юных лет. Не первый год участвую. Сказали же, каждый год будут соревнования делать. В прошлом году тоже участвовали, второе место взяли. В этом году чуть нормально потренировался. Соперники все, конечно, достойные, хорошие. Организаторам тоже большое спасибо. Как поведали организаторы, в планах вывести конкурс на общереспубликанский уровень уже официально. Ахмад Халкевичев, Олег Малхожев, Вестикарачаево-Черкесия, Карачаевский район, Перевал Гумбаши. Продолжение следует...